Друзья, привет! Ну что, пока вы признавались друг другу в любви, в День влюблённых, в России началась настоящая война с Днём Святого Валентина. Россиянам предлагают вместо этого праздника отмечать День Петра и Февронии и дарить друг другу не Валентинке, а Февронике. С такой вот темы, лёгкой, начнём сегодня диалог с международным аналитиком Александром Гемченко. Александр, здравствуйте! Приветствую, Лёш! Патриарх Кирилл, да, выступил категорически против Дня Святого Валентина, заявил, что празднуют этот день лишь приверженцы свободных отношений, и это не соответствует русскому духу. И вот по словам Пескова, Путин тоже не отмечал, хотя его как раз, наверное, можно на 100% назвать приверженцем свободных отношений, потому что жены уже давно нет, любовницы де-факто есть. В целом, как думаешь, с чем связано это гонение на День Святого Валентина в России? И действительно, почему-то акцентируется, что Путин не отмечал. Знаешь, знаете, до сегодняшнего утра я бы, наверное, вспомнил бы, ещё сказал бы, пошутил бы, что Путин с 2003 года не отмечает День Святого Валентина после того, как овечка доли клонированная сдохла. Так, в принципе, Путин и прекратил это всё дело отмечать. Про Кирилла сказать вообще особо нечего, потому что он абсолютно больной человек, там в одном полушарии Третий Рим, в другом полушарии как бы остатки КГБшной какой-то модели. А с Пескова тоже особо много не возьмёшь. Кстати, интересная история про Пескова, сейчас коротко расскажу, потому что многие, наверное, не знают. Знаешь, как он попал к Путину? Он вообще сын разведчика и сам разведчик Песков, но попал в университет стран Азии и Африки, институт, не сдал экзамен нормально. Поэтому вынужден был попасть на турецкое отделение, потому что же силой заставили попасть на турецкое отделение, учил турецкий язык. Поехал в Турцию, поехал ростом по карьерной лестнице, возвращался из Стамбула в Москву, из Анкары в Москву, как бы, ну, надо было по разведке, значит, дойти до определённого уровня, поэтому вайжировал туда-обратно. Но потом, в 99-м году был там, по-моему, саммит ОБСЕ в Стамбуле, и приехал Ельцин. И он набухивал Ельцина до усрачки и водил его по всем возможным барам, ресторанам только для того, чтобы Ельцину понравилось. Ельцину настолько понравилось бухать с этим Песковым ненормальным, что он его поставил, как бы захотел, чтобы он был у него пресс-секретарём. Но пока этот Песков приехал в Москву, Ельцина уже не стала, понимаешь, президентом. Поэтому президентом стал Путин. В конечном счёте Песков только получил, Громов был пресс-секретарём, а Песков получил только позицию начальника пресс-службы. Но, тем не менее, видишь, усы Пескова помогли ему заглянуть во все трусики скважины в желудке и таким образом пробраться на самый верх этой паршивой вертикали путинской. До сегодняшнего утра я бы так говорил, но когда они снова бахнули по Украине таким огромным количеством ракет... Знаете, почему Путин на самом деле не любит День Святого Валентина? Потому что он маньяк и извращенец. Вот нравится, не нравится терпимая красавица, вот поэтому. Потому что он пытается издеваться над всеми. Но он же не только Украине подложил такую свинью, не только по Украине ударил, он же ударил ещё и по Западу. Наверное, слышали, да, то, что он, значит, собирается запускать ядерное вооружение в космос. Да? Вот у нас, как бы, американский конгресс стоит на ушах, Белый дом уже собирается там давать какой-то закрытый бриггинг, потому что Путин собирается выпускать ядерное вооружение в космос для того, чтобы избивать американские спутники. Вот ещё один его подарок – День Святого Валентина. Абсолютно сумасшедший чувак, а есть же на самом деле договор от 1967 года, который запрещает ядерное вооружение в космосе держать. Но ему насрать, ну всё на самом деле. Вот, и он решил, как бы, позбивать американские спутники. Он доиграется, пока его американцы сами собьют, по-моему. Кстати, мне вот недавно в интервью бывший замдиректора СРУ Джек Дивайн сказал, что если Путин хочет поиграться с Америкой, если он ещё раз попытается собрать в нос в американские выборы, то американцы соберут в нос в его выборы. Напоминаю, что у него выборы раньше, чем у Трампа. У него в марте. Поэтому лучше этими сяцками с ядерным оружием в космосе не играться. Тут, кстати, по поводу выборов. Путин внезапно поддержал на предстоящих президентских выборах в Соединённых Штатах Байдена, а не Трампа. Об этом чуть позже поговорим. Друзья, у нас сегодня важная задача. От вас требуется поставить этому видео минимум 10 тысяч лайков. Что мы предлагаем? Какой гешефт вы можете получить? Вы оставляете, пожалуйста, ваше предложение по темам. Александр, так уж и быть, я попробую. Просите Александра подготовить, может быть, какой-нибудь спецвыпуск по темам, которые вас интересуют. Друзья, ну и надо, очень нужна ваша помощь. То есть нагрузка на Александра. Да, да, конечно, конечно. Я тут так, в качестве интерьера. Друзья, очень нужна ваша помощь. Поставьте, пожалуйста, большее количество лайков в этой беседе. И пускай большее количество людей ее увидит. Ну и пишите ваши вопросы. Темы мы всегда открыты. Вы знаете, я всегда читаю все, что вы пишете под нашими интервью. Вот кто, кстати, вероятно, отмечал День Святого Валентина, ну, по амплуа положено, это Алексей Арестович, отмечал не где-то, а в Монако. Именно там его пару дней назад, значит, увидели возле казино Монте-Карло. Он, кстати, вообще в последнее время как-то очень особенно активен. Дает интервью уже не только по видеосвязи, но и вот в таком жанре. Ну, вот как Дмитрий Гордон любит, да, вот прогуливаясь по улице, значит, размышляя о Вечном. И ему, конечно же, задают вопросы, а как вы, собственно говоря, Алексей, выехали из Украины? Почему вы сейчас здесь, то в Штатах, вот сейчас, значит, в Монако? Он никогда напрямую не отвечает. Говорит, секрет, выехал легально, у меня тут есть работа, да, дела незавершенные. Хотя ему логично сразу задают вопрос, но есть же дела и на фронте. Вы ведь офицер, как вы утверждаете, еще и Главное управление разведки, да. Но, Арестович говорит, занят важными государственными делами за границей, поэтому вот сейчас находится там. В целом, да, насколько этот триггерный такой вот сейчас особенно персонаж, как раз из-за того, что он прогуливаясь по Монако, рассуждает там о таких вопросах, как мобилизация, будущее Украины и так далее. Вот мне интересно, он в качестве кого там? Он в качестве танкиста, иракского разведчика, в качестве летчика или в качестве там, не знаю кого, создателя теории теплого океана? Вообще, вот когда он заявил, что он в Штаты поехал и встречался с вице-президентом США Камалой Харрис, я думаю, ну это уже вообще, это просто можно с ума сойти. Это рассчитано для лохов, понимаете, эта информация, причем для глухих и для слепых. Рассказываю тем, кто не знает. Камала Харрис до недавнего времени вообще не встречалась ни с кем. Относительно недавно, когда последний раз приезжал Зеленский и его делегация, впервые за все время она встретилась с ним отдельно. То есть она с украинским президентом не встречалась, потому что эти дела решает Байден и его команда, а не Камала Харрис, и они ее вообще держат про запас. А тут аж целый Арестович приехал, понимаете, в Калифорнию, каким-то образом добрался до Вашингтона за полдня, понимаете, и поговорил с целым вице-президентом. Ну это все, как и вся его теория, как бы рассчитана на абсолютных идиотов. А почему? Потому что у него, как и у Путина, на самом деле в голове тоже одни рюрики. Рюрики и печенеги. Но не более того, кстати, для него же Путин является самым либеральным правителем России за всю его историю. Вы знали это, Алексей? Чудовищно, по-моему. Вы знаете, ему нужно было... У него на самом деле за все это коротко... За этот короткий промежуток времени, там за полгода последних, мне представляется, что вся его теория теплого терреса соленого океана превратилась в золотой дождь. Вот, это золотой дождь в глаза украинцев, которые пускает господин Аристоевич. Мне кажется, ему необходимо отправить в Монако, где он там находится, или где он собирается находиться, Алексея Панина. И Алексей Панин разберется, что необходимо сделать и с золотым дождем, и с ногами, и с руками. Что касается дальше других моментов, давайте перейдем... Вообще, меня знаете, что удивлять, если говорить серьезно? Как на каждом повороте его жизни он оказывался в плену у россиян, да? В среде русских. То с Натальей Витренко, блин, где-то затесался, понимаете? То с Дугиным где-то повстречался. То его похвалил Нарышкин за то, что он такой молодец, и поставил его в один список кандидатов в президенты, которым, кстати, будет благоволеть или благоволит Москва. Сергей Нарышенко, глава службы внешней разведки Российской Федерации. То, значит, он оказался в Монако. Ну вот откройте «Украинскую правду», статью «Батальон Монако», и посмотрите, кто оказался в Монако. Абсолютно пророссийские олигархи-теречувачки, которые ранее там имели отношение к управлению Украиной или до сих пор там имеют какое-то отношение к разным российским схемам. Вот туда поехал Алексей Аристоевич. Кстати, посмотрел, я поинтересовался, сколько стоит на семью или даже на двух людей поехать в Монако, если ты не будешь играть. Мы же не знаем, играл Алексей Аристоевич или нет. Может, он игрок, а может и нет. Достоевский, читал он Достоевского или не читал в этом смысле. Но мне представляется, что вот эта информация правдива. От 7 до 10 тысяч долларов на недельку поехать в Монако, просто провести хорошо время без казино. Представляете, вот сидит украинский мужик в селе, допустим, тракторист, который реально сейчас выживает, потому что жена, дочери уехали в Польшу, в Вондон, еще куда-то, не знаю, в Румынию, куда угодно, убирать чужие унитазы и получать какую-то там тысячу долларов привозить, потому что он не может, он же никуда не выезжает, этот мужик. Он или убирает землю, или собирает урожай, или засевает урожай, или чинит трактор, или колит дрова, или пытается достать этот хлеб, чтобы прокормить всю Украину, или берет автомат и идет воевать за Украину. Все сидят, все как бы, ну, понимают, какая ситуация. А Алексей Арисович гуляет в Монако, или в Калифорнии, или где-то еще. Сыт просто своим золотым дождем глаза всему украинскому народу. К большому сожалению. И это все хавается. Понимаете, должно быть как-то уже стыдно. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. А в чем секрет, Александр? Как вы думаете? Секрет чего? Ну вот что, как вы сказали, хавается. Да, аудитория-то все равно огромная. Телеграм-канал, его интервью, там он с Латыниной последнее посмотрел. Огромное количество людей, там наверняка же не только россияне. Вы знаете, если бы Владимир Путин показал голову и задницу, его бы посмотрело тоже огромное количество людей. Но от этого задница Владимира Путина не прекращает быть абсолютно противной, как и сам он. Поэтому на самом деле не нужно мериться аудиториями. Нужно наконец-то просто осознать, что вот есть ребята, которые задвигают какие-то очень странные тезисы во время войны, типа нужно примириться с Путиным и вообще как бы вместе с Россией идти на говно. Все идут в ногу, один он идёт не в ногу. Помните, как у Куприна. Так же и здесь. А бывают совершенно другие истории, когда аудитория — это не самое важное. Понимаете, можно какого-то человека взять, который там спустит говно в унитазе, и на этом заработать миллионы. А можно послушать какую-то интеллектуальную беседу, которая соберёт там какие-то там 100 тысяч, 200 тысяч, 400 тысяч, но при этом обогатиться как-то. Надо пора уже обогащаться как-то внутренне и переставать слушать всяких проходимцев. Оставить иракским разведчикам их возможность бывать в Монте-Карло и в казино. Пора заканчивать уже с этим. Вот для того, чтобы как можно большее количество людей могли обогатиться, друзья, если вы согласны с тезисом Александра, поставьте лайк этой беседе сейчас, друзья, и подпишитесь на YouTube-канал Дмитрий Гордон, на Алисе Абатсман и в гостях у Гордона. Кстати, раз уж вспомнили о электоральной поддержке Арестовича и о высказываниях Нарышкина в его сторону, по последним данным Центра Разумкова, Арестович нынче в тройке политиков, которым доверяют меньше всего. А вот рейтинг доверия всё ещё возглавляет президент Украины Владимир Зеленский. В целом видим, что этот рейтинг был опубликован уже после оставки главнокомандующего Залужного, то есть по поддержке президента не сильно ударил этот момент, да. А вот Арестович стабильно почему-то в этом антирейтинге, но при этом, опять-таки, то, о чём мы с вами говорили, какое-то сумасшедшее постоянно количество людей его репостит, цитирует и так далее. Знаете, в чём проблема? Вот я хочу, чтобы это, если мы говорим серьёзно, чтобы все это, ну или хотя бы какая-то часть людей это поняла. Арестовичу неважно, в какой системе быть политиком. В системе Зеленского, в системе украинской системы координат или в системе Путина. Вот ему повлевать, кто на самом деле будет править Украиной и в Украине. Он готов быть и под москалями. В этом самая ключевая проблема Арестовича. Если вы не хотите быть под российской пятой, под российским кирзовым сапогом, не будьте с Алексеем Арестовичем, будьте с Дмитрием Гордоном, с каналами Дмитрий Гордон, гостях у Гордона, Олеся Бацман, подписывайтесь на все наши YouTube-каналы и ставьте комментарии. Да, обязательно, друзья. Вот, кстати, если о Европе заговорили, в целом, да, вот так мы путешествуем сегодня заочно по глобусу, какая-то странная череда непонятных заболеваний и попаданий в больницу начинается такая, да, цепочка. Причем касается она функционеров Министерства обороны, союзников Украины по формату Рамштайн. Значит, уже во второй раз в больницу попал глава Пентагона Остин. Также, значит, госпитализирован министр обороны Италии Крозетто. Не хочу, конечно, какие-то суперконспирологические теории выдвигать, однако, ну, вот такая цепочка, она сразу наталкивает на мысль, что какая-то может быть новый какой-нибудь дуэт Петрова-Баширова, не знаю, или какого-нибудь там Чупиги-Мишкина или еще кого-нибудь путешествует по Европе, как-то вот, да, действительно, что-то косит министр обороны. Нет ли тут какого-то злого умысла? Я думаю, умысла никакого нет. Я думаю, никакие Петрова и Баширова не ездят, ну, они ездят по Европе, кстати, у российских разведчиков неплохие базы в Альпах, чтобы вы понимали, которые охватывают огромное количество стран. Вот, да. И не только в Альпах. Они, в принципе, хорошо действуют и на территории Швейцарии, и на территории Италии, и на территории Германии. И это не мои слова, а слова там немецких разведчиков, которые, кстати, и публиковали через, сливали эту информацию через разные издания, швейцарские, немецкие, французские и другие. Мы всю эту историю прекрасно знаем. Нет, я думаю, что просто нагрузка бешеная, что кризис в мире, он возрастает, и что люди, конечно, здоровье сдают. Очень, кстати, жалко, что так произошло с генералом Остиным, с министром обороны США, с главой Пентагона, потому что многие видели в нем условно следующего после Байдена. Хорошего кандидата в президенты США, потому что бывший генерал, человек, которого все уважают, человек, который очень хорош для войны, и, в принципе, если бы он вышел против Трампа, он бы победил Трамп. Но с таким заболеванием, после такой операции, и когда нужно такое наблюдение проходить на протяжении года, может быть и больше, понятно, что он уже не может быть этим человеком, который каким-то образом сможет помочь команде Байдена, во всяком случае, политически. Но я не вижу в этом какой-то проблемы. Работа идет, вооружение Украине в конечном счете будет предоставлено, невзирая на все любые какие-то там моменты, связанные с внешними терками в Конгрессе и вообще в Америке. Ну, о них тоже подробнее поговорим чуть позже. В целом, если возвращаться к тому, как Путин поддержал одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, неожиданно я довольно сделал заявление военный преступник, заявил, что для России будет лучше, если на выборах в Соединенных Штатах победит Байден, а не Трамп. Мол, Байден более опытный, прогнозируемый. И более того, Путин даже вступился за Байдена, которого упрекают в возрастных изменениях определенных. Вот мне даже есть цитата, она довольно любопытная. Путин сказал так. Я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Однако ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я в свою подглядывал. Ничего такого. А вот то, что он где-то там ударяется, выходя из вертолета, ну, кто-нибудь говорит, где-нибудь что, никто из вас не ударялся головой, пускай первый бросит в него камень. Конец цитаты. Что это такое, Александр? Угроза журналисту, который брал у него интервью. Наверное, Путин будет его бить головой в вертолет. Не знаю. Я вам, если говорить серьезно, скажу следующее. Во-первых, Путин подыгрывает Трампу этим. Потому что есть такой стереотип, давно, что Россия стоит за Трампом. Вот необходимо в рамках этой избирательной кампании в США показать, что на самом деле Путину выгоден Байден, а не Трамп. И что Путин не такой уж как бы и поклонник Дональда Трампа, и вообще совершенно его не хочет видеть на посту главы Белого дома. Что, понятное дело, не так. Он хочет видеть Дональда Трампа на посту главы Америки, президента Америки. Но почему Байден, в принципе, если мы рассуждаем серьезно, удобен Путину? Объясню. Байден никогда в жизни, ну так нельзя зарекаться, но скажу во всяком случае так, в ближайшее время, в ближайшие годы не допустит Украину в НАТО. Это его такая консервативная позиция, ее никто не может сломить в рамках его администрации. Бесполезно с ним разговаривать, что Киеву, что Парижу, что Лондону, вообще бесполезно. Он не видит Украину в НАТО. Это большая проблема для нас, потому что для нас попадание в НАТО, членство в НАТО является спасением от России на последующие десятилетия, если не больше. Это гарантия безопасности, о которой Украина должна мечтать и делать все возможное для того, чтобы это получилось. Но Байден этого не хочет. При Трампе, как бы вам эта страна не показалась, но вероятность того, что Украина может стать членом НАТО, она намного выше, чем при Байдене. Потому что если Трампу подойти и сказать, смотри, вот Байден не мог сделать так, чтобы Украина стала членом НАТО. Вот он слабый. Хочешь показать свои яйца? Хочешь показать мускулы? Ну вот смотри, вот если ты не сможешь сговориться с Путиным, вот у тебя есть такой шанс, как бы козырь перед ним, сделать Украину членом НАТО. Трамп, который в принципе бизнесмен, и у которого распирает внутреннее эго, на это в определенный момент может согласиться. Потому что он не политик. У него нет там какой-то тонкой игры, он ее не ведет просто. Но с точки зрения вообще НАТО, может быть даже президентство Трампа для нас было бы и лучше. Байден этого не хочет. Какая еще проблема с Байденом? Он постоянно опаздывает. И это связано не с его возрастом, а с тем, что он живет в рамках холодной войны. Он не гибок, как бизнесмен американский, или европейский, там даже украинский. Он живет в рамках холодной войны, поэтому постоянно оглядывается на Москву. Поэтому не хочет развала Российской Федерации, не хочет ее окончательного поражения, хочет каким-то образом договориться. Поэтому у нас постоянные задержки с вооружением, с боеприпасами, с ремонтом и со всем остальным. Друзья, в том числе, благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты, птичье молоко, Гордон в шоколаде, и носки, и зефир, Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Друзья, приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. И мы видим, что это очень плохо сказалось и на наступлении украинских войск, потому что была нехватка вооружения, и на том, что американцы постоянно сливали информацию, что вот-вот начнется это контрнаступление, и нагрели информационное общество во всем мире. Теперь у нас огромные сложности, когда конгрессмены нам говорят условно, ребята, хорошо, а где? А как? А как теперь? Да, поэтому у нас задержки. Да и в принципе, если вы посмотрите на все части мира, там на Ближний Восток, на Европу, на Тайвань, то вы увидите, что огромное количество проблем возрастает, возрастает и возрастает, и их никак не решают, потому что пытаются каким-то дипломатическим образом что-то решить, ничего не решается. А количество конфликтов накапливается. Поэтому я не... Ну, это не вопрос, кто лучше, Байден или Трамп. Это просто вопрос в том, что будут абсолютно разные политики. С Трампом тоже будет огромное количество риска. И я считаю, что Путину важен, что победил Дональд Трамп. Ну вот раз о бизнесменах заговорили, вот Илон Маск внезапно выступил... Ну, давайте так, уберите слово, вычеркнитесь протоколы внезапно. Илон Маск выступил против законопроектов, которые поддержали в Сенате о помощи Украине. Значит, почему? Миллиардер заявил сенат, влажно сенатором-республиканцем, что Путин ни за что на свете, цитата, не проиграет войну в Украине. Как пишет Блумберг, комментарии Маска прозвучали в тот момент, когда он согласился с одним из республиканцев, с Джонсоном как раз о том, что Путин, ну, ни при каких ситуациях, значит, не может потерпеть поражение. Джонсон сказал, что те, кто ожидают победы Киева, живут в мире фантазий. Конец цитаты. Более того, Маск говорит, что Путин не может поиграть, потому что он применит ядерное оружие, в конце концов. Илон Маск, человек, действительно, который так переживает, мы с вами уже когда-то об этом говорили, но просто вот такой информационный повод, да, то есть, с одной стороны, он прикрывается вот этой вот вероятностью ядерной войны, в которой, ну, на самом деле, я думаю, что если бы Путин, наверное, хотел, он бы давно уже применил это ядерное оружие. Либо же, действительно, он играет с какими-то такими сентенциями, да, или с какими-то группами влияния, которые выступают против поддержки Украины. Потому что, да, у него нет прямого влияния, но его слова тиражируются, и наверняка кто-то к нему прислушивается. Понимаете, есть определенная группа лиц, которая поддерживает правое направление в Америке. Илон Маск один из них. Вот если мы говорим о фашизме, это очень странно звучит, но если мы говорим о фашизме в Америке, о чем говорила когда-то Мэдлин Олбрайт до смерти своей, то Илон Маск как раз имеет аудиторию фашистского направления. Так же, как и его соратник, например, Тиль, еще один бизнесмен. Так же, как и огромное количество других бизнесменов, которые находятся в окружении Маска, или которые его ставили на ноги. Они пытаются пропихнуть Трампа с его таким радикальным уклоном, потому что Трампа тоже поддерживают правые радикалы. И на этом фоне им Путин симпатичен. Потому что сам Маск внутри диктатор. Если вы посмотрите, как он ведет свои дела с точки зрения бизнеса, вот всего бизнеса, Space X или Neuralink или Tesla, чего угодно, он принимает абсолютно авторитарные решения. Он симпатизирует Путину. Ему Путин нравится. И Трампу Путин нравится. По одной простой причине. Потому что Трамп считает, что он борется внутри с системой, а на Путина он смотрит, как на человека, который борется с глобальной системой. Вот он почему-то считает, что даже Путин стоит выше, чем он. Я не понимаю, почему, но вот так происходит. У него постоянно оглядка на Путина. У Байдена такого нет. Это Путин просит у Байдена, чтобы тот на него посмотрел, а не наоборот. С Трампом другая история. Маск, понимаете, он в принципе, невзирая на то, что у него везде бизнес, он с Китаем хочет иметь нормальные отношения, и с Россией, и с Турцией, и со всеми другими, но он больше всего хочет в жизни, чтобы он был главный в Америке. Был главный бизнесмен, здесь создавал промышленность, чтобы вся промышленность была сконцентрирована в Америке, чтобы все было в Америке. Поэтому ему все это нужно, по большому счету. Ему плевать на Украину. Ему плевать на Украину. Ему плевать на большую политику. Он по-хорошему просто хочет, чтобы победил его кандидат. Чтобы демократы ушли. Чтобы администрация Байдена ушла. Почему он хочет, чтобы администрация Байдена ушла? Очень простая история. Администрация Байдена сократила дотации, сократила выделение денег на все его корпорации. Более того, она поддержала конкурентов. На рынке электромобилей. Она, когда случилась... Помните историю со Стерлинками, когда Маск попытался перекрыть небо с космосом над Украиной, когда была история с продвижением на юге. И были проблемы, возникли проблемы у вооруженных сил Украины. Тогда же американская администрация жестко его прижучила. И теперь он координирует свои действия с Пентагоном. Поэтому есть проблемы. Он хочет просто избавиться от такого внимания к себе и к своим деньгам, и к своим компаниям со стороны администрации Байдена. Поэтому для него Украина – это разменная монета. Если уж вспомнили эту историю с морскими дронами, когда Маск отключил связь и провалилась одна из спецопераций то ли главного управления разведки, то ли службы безопасности. Тут как раз с этими Стерлинками такая неприятная ситуация произошла. Главное управление разведки Украины подтвердило, что ими теперь пользуются и россияне тоже. То есть оккупационные силы на линии фронта используют терминалы Стерлин. И да, уже было заявление и Маска о том, что он не продавал Москве эти терминалы. И вероятно, они попадают туда через третьи руки. Но однако тогда вопрос сразу. Когда нужно было, украинские Стерлинки отключили, и все, собственно говоря. После этого был большой скандал. Таким же успехом, даже если эти Стерлинки попадают к оккупантам через третьи руки, можно ведь их тоже, наверное, точно так же отключить, но этого не делается. В целом вот эта история со Стерлинками у оккупантов. Как вы считаете, кто ее раздувает, и есть ли тут действительно какой-то злой умысел самого бизнесмена Маска? Раздувает Маск и Путин. Тут нужно просто смотреть, знаете, в обратном порядке на все события. Откуда эти прошли Стерлинки? Как получили, вот на Донбассе, как получили эти Стерлинки? Да, как на территории оккупированного региона, эти Стерлинки оказались у российских вооруженных формирований, у российской армии. Они попали туда из одной страны, арабской страны, скажу так, Персидского залива. Я думаю, те, которые внимательно смотрят за тем, что происходит в Персидском заливе, прекрасно поймут, о какой я стране говорю. Значит, оказались они там в малом количестве. Понятно, что это сразу засекли в украинской разведке, что это сразу засекли в Украине, что мы стали об этом говорить. Маск сразу включился, сразу прокомментировал, что он к этому не причастен. И в удобный момент времени он просто может снова обидеться и что-то отключить в очередной раз. Понимаете, вот когда Такер Карлсон оказывается в Москве, на 8 дней туда заехал чувачок, он же туда попал не потому, что он так захотел, он туда попал, как журналист, который оказался на площадке Илона Маска, Твиттер, где он получает свою аудиторию, которого просто прикормил сам Илон Маск. Который будет важным инструментом в компании Трампа. Поэтому ничего случайно не происходит. Это все определенные провокации, потому что они играют все на руку россиян. Вот сегодня появилась новость, что советники Трампа в закрытом формате, Бумберг это опубликовал, в закрытом формате разрабатывают стратегию в отношении того, чтобы Россию и Украину силой посадить за стол переговоров, если Трамп станет президентом. И шантажировать и Киев, и Москву вопросами финансирования и вооружения. Но больше Киев, чем Москву. Понимаете? Это же тоже не случайно. И когда Маск говорит, что он не поддерживает закон о выделении средств Украине, он же прекрасно понимает, что такие стратегии разрабатываются. Потому что кто эти люди, которые разрабатывают эти стратегии? Не те люди, которые финансируются в том числе и за счет Маск. Если уж вспомнили Карлсона, то да, вот если по последствиям мы сейчас можем уже как бы говорить так более с холодной головой, да, обсудили уже и заявление Путина, и то, как готовилась Россия к приезду американского журналиста. Такер Карлсон зашел в Ашан, такие заголовки были на тазе. И вот сейчас уже, оглядываясь назад, у вас есть ответ, грубо говоря, кем было инспирировано это интервью? Можно ли назвать его спецоперацией, интервью? То есть это могут быть российские спецслужбы, это может быть штаб Дональда Трампа, это может быть сам Такер Карлсон просто потому, что захотел хайпануть. Или может быть тут какая-то смесь, что думаете? За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Я думаю, это не... Конечно, Такер Карлсон очень хотел сделать интервью у Путина. Но я думаю, что для этого он должен был бы попросить разрешения. Я думаю, что даже если это была инициатива его, она была поддержана исключительно Маском, это та инициатива, которая не могла пройти мимо Дональда Трампа, потому что все эти заявления были в пользу Трампа. И ключевой сигнал был Путина американской аудитории, американским политикам и бизнесменам прекратить и предоставлять Украине вооружение. И мы быстренько все решили. Вот вы хотите решить все за 24 часа? Пожалуйста. Просто прекратите давать оружие. Меня больше всего... Понимаете, по поводу спецоперации. Это могла быть инициатива американской стороны, а в всяком случае это Маска, Такера Карлсона. Понятно, что это могло быть там члены команды Трампа быть уведомлены о том, что происходит. Ну а потом уже включились российские спецслужбы, которые это все дело вели, показали то, что нужно, провели человека, задобрили его. Он же потом поехал в Арабские Эмираты и рассказывал, какой Путин хороший. Интервью закончил, еще ты туда поехал. Рассказывать представителям глобального юга, какой Путин хороший, какой плохой Байден. Не поддерживайте Байдена, поддерживайте Трампа, поддерживайте Путина. Туда не приглашали. Меня больше всего знаете? В этой истории с Харвисером другой момент заботят. Что Путин передал в папочки? Вас это не заинтересовало? Меня это очень заинтересовало. Но не мощь же он свои передал? Когда он рассказывает, что он там передал, какие-то письма Богдана Хмельницкого, ну перестаньте. Какие архивы, какие письма? Но Путин их даже, наверное, и не читал эти. Ему просто сразу... Скобб сказал, что это прям была инициатива лично Путина подготовить вот эти вот копии, чтобы он мог передать их Карлсу. Да. А смотрите, если вы внимательно следите за Владимиром Путиным и как он это все делает, есть определенный момент. Перед войной он передавал такие же папочки китайскому президенту и индийскому премьеру на рендре моде. Но это были не папочки, там с модей был, например, свиток. Потом он получал свиток обратно, где был ответ. Я так понимаю теперь, что это был ответ условно согласен ты поддержать Россию с точки зрения войны или не согласен. То же самое было с китайским Си Цзиньпинем. Все эти папочки, это, знаете, он что-то передает. И вот у меня ключевой вопрос. Там лежал чек на определенную сумму денег для Такера Карлсона или там лежала записка для Дональда Трампа или для Илона Маска и Дональда Трампа. Вот что самое ключевое. Но то, что в этой папочке точно не было каких-то писем Богдана Хмельницкого, потому что Путин же циничный чувак, он точно прекрасно понимает, что никто этого читать не будет. И самое ключевое, что говорит о моей версии, как бы вам она ни казалась странной, то, что Такер Карлсон перепугался, как последний школьник. Так же, как он и перепугался, когда Путин сказал, что вы же хотели поступить в ЦРУ, но в ЦРУ вы не поступили, вас туда не взяли. А там хорошая организация. Это же наши конкуренты, вы помните? Так что мы до конца даже не знаем, ну мы понимаем, что Такер Карлсон в ЦРУ не поступил, но вот куда поступил Такер Карлсон? Это еще предстоит нам узнать. Но как свидетельствует история Эрнеста Хемингуэя, обычно на таких вещах мы узнаем спустя 50 лет. Друзья, мне очень хочется узнать не спустя 50 лет, а спустя буквально 50 минут после выхода этого интервью, сколько лайков вы уже поставили. Друзья, очень надеюсь, что вы сегодня нас поддержите, потому что это вдохновляет нас на новые и новые беседы с международным аналитиком Александром Демченко. Вот, кстати, кто смотрел интервью полностью Путина и Карлсона, как сам признался, это папа Франциск. Он сказал, что посмотрел с первой до последней минуты и поддержал готовность к переговорам по, как он сказал, конфликту в Украине. Поддержал готовность Путина к переговорам. Говорит, что Франциск, Запад должен начать эти переговоры с Россией без каких-либо условий. Это цитат. Ну, я лично эти слова у Франциска не слышал. Любопытно, что они появились в российских медиа, а именно информационное агентство государственное ТАСС сообщило о таких словах понтифика со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который якобы лично поговорил с папой Франциском. Ну, о Севастьянове, да, и в Всемирном союзе староверов тоже можем, конечно, поговорить, но в целом то, что декларирует Франциск необходимость переговоров без любых условий. Насколько это опасно? Вы не то оцениваете Севастьянова. Это, во-первых, очень влиятельный человек. Это друг понтифик. Друг. Ни знакомый, ни человек, который случайно захаживает. Это друг, который дарит очень часто ему очень и очень дорогие подарки, которые присылает Москва. Вот если вы откроете для себя Севастьянов Тилетом Папа Римский, то вы увидите огромное количество фотографий с подарками. Он от имени Москвы ведет переговоры с Папой Римским постоянно в отношении Украины. Какие? Если один пример хотя бы, помните? Подарки, это о чем? Ну, какие-то физические подарки? Это физические. Я там вам уже не назову. Это какие-то книги, какие-то письмена, какие-то иконы. Но очень дорогое, понимаете? Это дорогие вещи. Он постоянно ведет переговоры. Вот как только вы слышите, что вот там где-то понтифик с чем-то согласен, не согласен, то украинские дети нужно вернуть, то давайте там это, то санкции, то не санкции, то давайте мир, то не давайте мир. Идет сейчас война в Ватикане между Украиной и Россией. Очень серьезно. Просто я думаю, что об этом может рассказать украинский посол, который там находится, а может быть и ряд украинских представителей, которые постоянно держат руку на пульсе. Но там чуть ли не каждый день в Ватикане просто украинские представители и российские постоянно сталкиваются. Ну, понтифик он человек непростой, поэтому он как бы слушает одних, слушает других. Делает одни заявления, потом делает другие заявления. Ну, в принципе, такая вся у него... Ну, я не хочу никого обижать, но вот ситуация такова. Давайте на этом остановимся, потому что я, конечно, могу и дальше зайти. Но мне представляется, что мы недооцениваем влияние таких людей, как Севастьянова, таких людей, и других, которые присутствуют сейчас в Ватикане со стороны России и пытаются надавить на покой римского. А это далеко не последний человек в мире. Это огромное влияние и огромные возможности. И огромные возможности... Я вам объясню, кстати, знаете, почему, Алексей, Леш? Потому что гуманитарные вопросы Украина тоже пытается решить через Папу Римского. И по освобождению детей, и по освобождению военнопленных, и по освобождению политических заключенных, и по гуманитарным вопросам различным. Мы просим у Папы Римского помощь. И Россия пытается сделать все возможное для того, чтобы это сбивать. На уровне Папы Римского, на уровне Ватикана. Поэтому такие люди, как Севастьяновы, это люди, за которыми необходимо внимательно следить. Просто интересно, насколько вообще Россия в Ватикане заинтересована, потому что, ну, в целом им бы, наверное, как православной стране, или как они декларируют, наверное, следовало больше быть заинтересованными в Константинополе. Почему вот такая сила действия на Папу Римского? Вот Константинополь враг, причем извечный, из-за их идеализма, потому что они когда-то не захотели, чтобы Константинополь был в Москве. Очень-очень много столетий тому назад, когда было такое предложение, чтобы действительно создать Третье Рим. Но они идиоты. Вот. А почему они заинтересованы в Риме? А кто их тогда будет легализовать? Ну, Константинополь-то нет. У него же там, он раздает автокефалию, он поддерживает Украину и так далее. Кто будет легализовать эту КГБшную церковь, скажите мне? Этого ненормального Кирилла Гундяева? Кто, кто? Ну, нужно просто вести переговоры с Папой Римским. Не с Бараком же Обамой им вести переговоры. Еще человек, есть один, который точно посмотрел интервью Путина Карлсона. Это бывший президент Монголии. Ему особо было интересно, когда Путин показывал, ну, вернее, рассказывал исторические экскурсы о том, какие там части принадлежали Российской империи, какие территории являются историческими, русскими. И, в общем, экс-глава Монголии на претензии Путина к Украине выложил в сеть несколько карт. Ну, насколько я понимаю, в Твиттере их опубликовал, где Россия вписана в границы Монгольской империи. То есть, ну, он подшутился, говорит, мол, я, как бы, ничего, никаких территориальных претензий не имею. Монголия, значит, мирная страна, но если уж карты показывать, так вот смотрите, значит, карта, и там вот действительно вся эта часть красная, закрашенная, да, Монгольской империи. В целом, неплохой троллинг, да, и вот меня всегда удивляло, как люди апеллируют к каким-то вот историческим фактам, что эта территория там когда-то была наша, и слушайте, ну, так если за царя гороха смотреть, во-первых, какая разница, да, чья там была, когда, в принципе, чья территория. А во-вторых, если так смотреть, ну, не знаю, так что у нас, теперь Италия будет претендовать на всю Европу, которая была в составе Римской империи. Вы еще подождите, там тоже интересные процессы происходят политически. Нет, вы знаете, как вам сказать, ну, нет, учитывая, что Путин стал хвалить Гитлера, я уже, в принципе, ничему не удивлюсь. Во всяком случае, что в голове у Путина уже можно понять. Если человек хвалит Гитлера и рассказывает, там, не знаю, о Майнкампе или еще о чем-то, то, в принципе, уже понятно, так, чему все идет. Меня больше, знаете, не Монголия порадовала. Монголия-то хорошие экономические отношения с Россией, неплохие. Меня вот порадовали китайцы, националисты китайские, которые тоже буквально днями выложили свои претензии к России и сказали, ребята, вы нам еще не все территории отдали, которые у нас когда-то отжали. Из 2005 года Путин старался, старался, но не все отдал. Поэтому еще подождите, на самом деле и у Турции, и у Китая огромное количество вопросов к Российской Федерации. Вообще Путин очень боится, что китайцев, что турков. И, кстати, и одни и другие сейчас, если мы, ну так, затронем тему экономики напоследок, то одни и другие сейчас перестали вливать деньги в экономику России. Китайцы на 25% сократили вливание юаней, а турки перестали торговать в лирах. И оказалось, что фонд национального благосостояния России на большую часть состоит из юаня. Можете себе представить? Этот ненормальный Владимир Путин в интервью Такеру Карлосу рассказывал, что доллару конец. Кобзда ему. Понимаете? А в конечном счете оказывается, что скоро Кобзда Владимиру Путину и его России с его рублем. Чудовищно просто. Я прям не знаю, что в голове творится у этого человека. По-моему, это уже синдром Рюрика. Вот вы сказали напоследок, а я все-таки попрошу еще напоследок прокомментировать вас довольно громкое заявление Трампа, особенно в контексте территориальных посяганий России, которые мы обсуждали. Трамп, видимо, чтобы стимулировать союзников по Североатлантическому Альянсу больше вкладываться в оборону. И мы действительно видим, некоторые страны увеличили свой процент вложений на свои расходы на оборону. Вот Трамп заявил, что будет поощрять Россию нападать на те страны НАТО и их союзников, которые мало платят. Да, но с одной стороны, вроде за безопасность нам нужно платить, но сами формулировки. Трамп сказал так, нет, я бы их не защищал. На самом деле, я бы даже поощрял россиян делать все, что они, черт возьми, захотят. Вы должны платить, вы нарушители. Конец цитаты. Так вот обратился Трамп к тем, кто, по его мнению, недостаточно вкладывается в собственную оборону. Ну, попрошу вас прокомментировать сами формулировки. Но так как эта фраза уже курсирует не первый день, знаете, какой эффект был? Канцлер Олаф Шольц, канцлер Германии, попросил Урсуу фон дер Лянга у Еврокомиссии позвонить всем лидерам Европейского Союза и отчитаться, сколько с точки зрения вооружения они предоставляют Украине. В Европе напуганы Трампом до безумия. Они понимают, что придется платить деньги. Еще больше, чем было. Но они как бы уже довели ситуацию до 2% от ВВП на оборонку, что просил Трамп. А сейчас он придет, скажет 5. Понимаете, давайте Америке 5. И они в шоке, конечно. Поэтому Шольц попросил собрать все справочки. 18 стран уже отправила. И такое там написали. Вы себе даже представить не можете. Там такие цены заоблачные, которые Украина никогда не видела. Которых на самом деле здесь нет и никакого вооружения такие цены не присылались. Но все ужасно перепугались и сейчас создают справочки для того, чтобы показать, что Европа помогает, что за Европой значит будущее, что она может, что только Америка оставайся и помогай. Не бросай. Но если говорить еще более серьезно, я сейчас рассказываю, это не какие-то враки, я абсолютно серьезно вам говорю, то есть определенный момент. Кто бы ни был американским президентом, будь то Байден или Трамп, следующим президентом США, Европе придется больше брать на себя обязанностей с точки зрения Украины. С точки зрения финансирования Украины, помощи и в экономическом плане, и в оборонном плане. Как бы мы ни хотели. И здесь вопрос, какова будет роль Америки. Сколько условно процентов, каков будет процент из вот этой вот общей суммы, какой готова будет вкладывать Америка. И готова ли она будет помогать бесплатно. Задаром, скажем так. Это тоже вопрос. Во всяком случае, при Трампе. Но очевидно, что Европа должна будет подготовиться. И эти консультации, эти разговоры в Европе уже начались. И это хорошо. Сейчас Европа еще один на один столкнулся с российской агрессией или с уменьшенной помощью Америки. Она не готова. Но то, что уже начали они вести переговоры на этот счет, то, что они уже начали решать вопрос с точки зрения финансирования, отдельных пакетов помощи, отдельного вооружения, боеприпасов и так далее. Это уже говорит о том, что в принципе Европа готова к тому, что Дональд Трамп может прийти, они готовы к проблемам и они готовы в принципе выступить отдельно против России. Это хорошо для Украины. Если еще они при этом помогут Украине стать побыстрее частью Европейского Союза и НАТО, вообще будет идеально. Спасибо им за это. С Трампом и Лебедом. Да. А вам, друзья, спасибо за то, что сегодня были с нами. Отдельное спасибо скажем, если вы к нашей просьбе прислушаетесь и прямо сейчас нажмете на пальцы вверх, пускай большее количество людей увидит наш сегодняшний разговор. Ну а на сегодня будем ставить трое точие. По традиции с нами сегодня был международный аналитик Александр Демченко. Александр выходит собственное интервью на YouTube-канал Дмитрий Гордонов в гостях у Гордона. Поэтому, друзья, не обойдите своим вниманием. Ну и на сегодня будем прощаться. Спасибо, что были с нами. Александр, благодарю. Спасибо. Спасибо.